Ну а в правительстве сегодня обсуждали вопросы, волнующие миллионы россиян. Приватизацию жилья, грядущие изменения налоговых правил, тарифы на коммунальные услуги и многое другое. Павел Краснов с подробностями. Целитой встрече с членами правительства, законодателями и представителями регионов, премьер определил кратко. Обсудить решения властей, вызывающие резонанс в обществе. По словам Медведева, власть должна работать открыто, тем более, что предложенные для разговора темы касаются миллионов людей. В этом году, 1 марта, истекает срок бесплатной приватизации жилья. Не раз этот срок продлевали, но делать это бесконечно, отметил премьер, невозможно. Тем не менее, здесь есть вопросы, которые следует обсудить. Во-первых, как обеспечить права граждан, которые проживают в аварийном или ветхом жилье, и которые стоят на учете в качестве нуждающихся. Во-вторых, это очевидно абсолютно, нужно гарантировать право на жилье для детей-сирот. Законопроект об этом уже подготовлен и предусматривает сохранение для детей-сирот право на бесплатную приватизацию жилья и после окончания ее официального срока. И, конечно, нужно учесть специфику, которая касается жителей Крыма, потому что у них долгое время действовали иные правила. Владельцев жилья в этом году ждут изменения в налоговой сфере. Если раньше налог на недвижимость рассчитывался на базе инвентаризационной стоимости жилья, теперь в основу будет положена кадастровая оценка, которая ближе к рыночной цене. При подготовке к введению этого механизма также стало ясно, что систематически возникают проблемы с качеством оценки недвижимости. Однотипные жилые помещения оцениваются по-разному. И разница эта далеко не всегда обоснована. И это людей раздражает. Это понятно. Необходимо определиться, нужно ли дополнительно доработать механизм кадастровой оценки с учетом региональной специфики. Я, строго говоря, это уже поручил сделать коллегам из правительства и Министерству экономического развития. В планах и другое нововведение, которое коснется собственников жилья. Оплата электричества. Сколько придется платить за свет, будет зависеть от объема потребления. Чем больше киловатт с женой, тем выше окажется цена. Тема серьезным образом волнует людей. По-настоящему волнует. Есть обращения граждан, а также результаты проведения так называемых пилотных проектов в некоторых регионах. Потому что часть регионов эти решения приняли и ввели. Можно как минимум предоставить регионам право на самостоятельное принятие решений по целесообразности, механизму и срокам перехода на расчеты за коммунальные услуги по электроснабжению с применением соответствующей нормы. Еще один вынесенный на обсуждение вопрос сам премьер назвал сверхрезонансным. Это введение платы за проезд по федеральным трассам для грузовиков массой выше 12 тонн. Механизм реализации этой меры необходимо совершенствовать. Тут есть над чем поработать. В Минтрансе была создана рабочая группа по учету замечаний и предложений с участием самих перевозчиков. Она провела большую работу, сложную работу. В декабре был принят закон, который снизил штрафы на владельцев большегрузов за нарушение оплаты. Также напоминаю, что есть поручение президента по определению вычета из транспортного налога, над которым сейчас работают Минфин и Минтранс. Речь идет, по сути, об отмене налога для владельцев большегрузных машин. Но взымание платы за проезд премьер назвал необходимой мерой. Она позволит хотя бы частично компенсировать стоимость ремонта дорог. Ведь нагрузка на трассы со стороны грузовиков гораздо выше, чем от легковых автомобилей. Павел Краснов, Марина Елисеева, Первый канал.